Новые универсальные тарифы введут на муниципальном общественном транспорте. Сегодня такое решение приняли на очередном заседании Волгоградской городской думы. Расширение линейки проездных на базе транспортной карты «Волна» позволит значительно сократить затраты пассажиров на проезд и тем самым улучшит качество оказываемых услуг. Также депутаты внесли изменения в основные параметры бюджета Волгограда на 2022 год и обсудили продолжение работы по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны. Волгоград знаменит не только своей протяженностью, но и вытянутой формой. Дорога из одной части города в другую занимает больше часа. Новые тарифы позволят преодолевать расстояние выгоднее. В линейке их два. Первые 120 минут дополняет существующий пересадочный, рассчитан на двухчасовую поездку и допускает неограниченное количество пересадок по льготной цене. Первая поездка обойдется горожанам в 25 рублей, каждая последующая в 10. Тот тарифный план, который у нас предусматривался с двумя пересадками, с одной, вернее, пересадкой за одну стоимость, не всегда успевал сработать, скажем так. И вот как раз тариф 120 минут позволяет жителям, допустим, Красноармейского, то есть удаленных районов, произвести как раз несколько пересадок при той стоимости, которую здесь указан. Еще один тариф единый безлимитный. Ранее подобного проездного в Волгограде не было. Он разработан с учетом пожеланий горожан и позволит им в течение месяца без ограничений пользоваться автобусом, троллейбусом, обычным и с красным трамваем. Стоимость такого тарифа – 1800 рублей. Поправки к тарифам, которые облегчат нашим жителям финансовую нагрузку, они прорабатывались довольно-таки. Очень много было спорных моментов, но нашли золотую середину. Сами жители, наверное, посмотрят, какая будет разница, да, и уже от этого будем принимать дальнейшие решения. Также на заседании депутаты Волгоградской городской думы внесли изменения в параметры бюджета на этот год. Доходная и расходная части главного финансового документа увеличены и теперь составляют 30 миллиардов рублей. Это вторая корректировка бюджета. В мае основные характеристики увеличили почти на 2,5 миллиарда рублей. ДОП-средства направят на организацию образовательного процесса в муниципальных учреждениях, выплату компенсации части платы за пребывание детей в детских садах, предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Увеличение дохода бюджета на 4 миллиарда рублей, увеличение обусловлено за счет поступлений средств в вышестоящих бюджетов. Это порядка 160 миллионов направлены на формирование муниципального дорожного фонда. Порядка 1,2 миллиарда предусмотрено на переселение граждан из ветково и аварийного жилья. В преддверии празднования 80-летия Сталинградской победы 111 миллионов рублей направят на ремонт памятников. В этом направлении народные избранники приняли еще одно решение – увековечить память о легендарном земляке, участнике Великой Отечественной войны Дмитрия Болдине, и установить на фасаде его дома по улице Краснознаменской мемориальную доску. Также в ходе заседания поступила инициатива в рамках памятных дат заложить гранитную тумбу у подножия Мамаева кургана с гравировкой «Город-герой Сталинград». Инициативу поддержал председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников. Вопрос этот поднят правильно, но мы должны опираться на всякие исторические, культурные и охранные моменты. Поэтому поручение такое – создать рабочую группу. В следующем году «Город-герой» готовится к большому юбилею победы в Сталинградской битве. Праздник будет отмечаться на федеральном уровне. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путином. В регионе под руководством зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрия Медведева действует оргкомитет. В его состав вошел и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Екатерина Кудряшова и Рубен Тальский. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok